Лунный свет Растворишься безмятежно И печаль мою поймешь Сердце нежное, болью скована И душа, как ночь, заколдована Ты за ним лети, птицей раненой Ты его найди и не отпускай Сердце нежное, ты моя печаль Только прошлого мне уже не жаль Сердце нежное, ты за ним беги На краю земли ты любовь спаси Сердце нежное, ты моя печаль Только прошлого мне уже не жаль Сердце нежное, ты за ним беги На краю земли ты любовь спаси Сердце нежное Сердце нежное Сердце нежное ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И эта выставка стала сенсацией во Франции. В стране, где многие до сих пор боготворят Наполеона. Стоп! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я тебя просила, но мне нужен весь рост, понимаешь? Юля, вообще не видно. Ну, разъезжайся. Хорошо, сейчас разъедусь. А ты мне снимаешь вот эту половинку только? Здрасте. Катя, извините. Так я рад тебя видеть. Слушай, пойдем ответишь на пару вопросов? Нет, 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 Юля сама совсем справится, нет. Да ладно, почему? Пойдем, пойдем. Не-не-не, Мариш, Мариш, ну две реплики всего лишь осталось, нам еще монтировать. Давайте, ну потом поговорите. Хорошо. Давайте. Я сейчас, ты меня подождешь? Да, ладно, я быстро. Конечно. Ну что, поехали. Камера. Есть. Начали. И эта выставка стала сенсацией во Франции. В стране, где многие до сих пор боготворят Наполеона. Именно. И все, что с ним связано. Даже его врагов. Вот этот мундир был на императоре Александре I, когда он вместе со своими союзниками принимал акт о капитуляции императора Наполеона. Игорем, память, я люблю тебя. Игорем, память, я люблю тебя. Сказать. У него перелом основания черепа, компрессионный перелом позвоночника. Внутри черепная кемофоба, похоже, уже большая. Нужна срочная нейрохирургическая операция. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господи, он вышел? Но это не нам решать. Как это произошло на моих глазах, ребят? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Это она его убила? Я знаю, сука! Она его убила! Спасибо, Юля. Вы так интересно рассказываете. Ну что? Стоп! И у меня была. Прекрасно. Отлично. Идите сюда. Давайте посмотрим плейбэк. Катя, Слава, давай. Секунду. Подождешь? Да. И эта выставка стала сенсацией во Франции. Все-таки это несправедливо. Ты привела Ракитину, а красуется, как всегда, Юлия Андреевна. Ну что же, Инна Леонардовна, у Юли так хорошо получается. Я бы так не смогла. Катя! Катя, откуда ты Ракитину-то знаешь, а? Да. А, мы в аспирантуре учились вместе. Только она не закончила, бросила из-за работы. Ну, ты знаешь, с таким мужем, как у нее, можно в принципе не работать. О-о-о-о-о-о. Уходим на телевидение, это, конечно, здорово. Не то, что у нас. Знаешь, в каждой избушке свои погремушки. А потом, ну что это за работа такая? Улыбайся и держи микрофон. Да наша Юля не хуже этой Ракитиной справляется. Как будто вот всю жизнь перед камерой стояла. Когда мы были во Франции, один из членов французского парламента предлагал нам большие деньги за то, чтобы сфотографироваться в этом мундире. Катя, а ты купила тортик? Да, купила. Мне кажется, что они сразу собираются уезжать. Давай попросим. Пожалуйста, Катя, познакомь меня с Торокисой, на тебя очень прошу. Ну, хоть дома будешь что рассказать, а? Спасибо большое. Да, мы вас ждем. Спасибо, хорошо. Мы сейчас, секундочку, ну. Ой, как я рад тебя видеть. Сколько мы с тобой не виделись, а? Год четыре. Ты как? Хорошо. Работаю старшим научным сотрудником. Жбу по-прежнему вдвоем с папой. Налицо признаки стабильности. Ты молодец. А я кандидатскую так и не осилила. Ой, ну что, ну подумаешь, не защитила кандидатскую. У тебя такая работа прекрасная, интересная. Своя программа, а муж. Муж, никак не могу попасть к нему на сирану. Нет никакого мужа, Катя. Я ушла от Ключевского. Как? Все равно, что ты меня? Хорошо, что я. Да. Закончили. Надо было раньше это сделать. Но я все как-то не решалась. Мариша, тут тебе не могут дозвониться с Аленом что-то. Алло. Что? Что мы как на поминках сидим, Кат? Ну да позвонила, что ли, узнала. Может, случилось что? Слушайте, а вы видите, как она побледнела, а? Я думала, в омрук упадет. Я даже у режиссера потом спрашивала, что случилось. Она молчит как рыбе. Ну, сказала бы что-нибудь, жалко ей что ли? Ой, Катя, может, ты правда позвонишь, узнаешь, может, что-то там... Ну, я не буду звонить. И так понятно, что что-то страшное произошло. Марине и так тяжело. Ой, Катя, и ты туда же. Вам только дай повод кого-нибудь пожалеть. А тем более такое звездное семейство. Еще ничего не известно, а вы уже все обжалились. Ну, что, так и сидит? Так и сидит. Прям как неживая. Даже жалко ее. Да жалко. Ее и его жалко. На всю жизнь инвалид. Судно из-под него таскать. Ой, лучше помер. Так что, дипунчевный язык. Ну, что? Ему же лучше. Или что, беспомощным калекой, что ли, жить? Да если бы там в мозге чуть-чуть полбеды, а в разуме, да это не при виде, господи. Ой, какая-то она прям страшненькая. Ой, по телеку красивше была. Одета так прям хорошо, модно. А и бросит она его. И правильно сделает. Девка молодая. Да на кой ей это все нужно? Ой, ой, Юлечка Андреевна. Какой хороший у вас метаболизм. Природа. А тут вот себя во всем ограничиваешь, а? Это не метаболизм хороший, Инна Леонардовна. А это хороший тренажерный зал. Да. А также хороший регулярный секс. Что вы такое говорите? Правда? Кать, Катя, скажи, почему ты не говорила, что ты с Ракитиной дружишь? Я же не знаю.